Будущие мамы теперь стали более внимательны к здоровью. В большинстве случаев распознают замершую беременность по жалобам женщин или при ультразвуковом обследовании. В кабинет профилактики невынашивания приходят по направлению врача. На данный момент у нас в этом кабинете стоит в огне беременном состоянии 340 женщин. Я еще не сказала то, что если беременность, например, была замершая или самопроизвольный выкидыш, и он повторяется 2 и более раза, это уже считается привычное невынашивание. Так вот, из этих 340 женщин у нас 85 женщин с привычным невынашиванием. Факторов, которые приводят к развитию такого состояния, как замершая беременность, великое множество, немалую роль играет не только здоровье женщины, но и мужчины. Так называемый мужской фактор. Но если оба партнера здоровы, это еще не дает стопроцентную гарантию появления потомства. Бывает, что пара несовместима. Если до сроков 12 недель происходит первый произвольный выкидыш, а со временем и второй, то нужно пройти медико-генетическое консультирование. Плод, вы знаете, что он наполовину чужероден для женщины. То есть он содержит наполовину, это отцовский материал. И поэтому организм, конечно, старается всегда избавиться от чего-то чужого. Но в организме женщины выработаны определенные защитные механизмы. Это прогестерон, вы знаете, который направлен на то, чтобы беременность сохранялась. Будущим родителям важно более ответственно относиться к планированию семьи. Оба супруга должны пройти гормональное обследование и сдать все необходимые анализы на инфекции перед зачатием.